Давай. Доктор поедет здесь с машиной в сервис, а потом вы сами еще проверите. Машина это по всем параметрам самая лучшая для нас. Понятно. Меня другой вопрос смущает, Игнат Тихонович. Давай. Знаете какой? Вот все-таки, как бы куда ни приехали, без автора как-то оно, знаете ли как. Подальше назад, не отстранитесь, прямо совсем закрылись. Так, еще раз повторите, что? Без автора. Вот вы как автор. Ничего не сделаешь, будем молиться. Будем молиться. И я вам дам данные в другие библиотеках, которые мы были, где показать, где уже книги есть. Теперь ответ есть из Министерства культуры, что книги эти, те, которые библиотечные, могут быть. Так что, ну меня просто уже не отпускают никак. Я никуда не годный. Операция была на позвоночнике-то. И поэтому у меня сползает он, и я утром едва-едва могу выправиться, встать на ноги. Я в курсе, я в курсе. Ну вот, разговор-то приобрелался у нас. Это как раз он разговаривает с Александром, Сергеем. Вы на Сергея-то, Сергея не серчайте. Он переживает за это, за все. Вы ему скажете, что все, пускай теперь молятся. Уже определенно. Составляется команда, и люди едут. И решается это не четыре человека, но уже набитое у нас. Мы это все знаем. Вот. А они говорят, что здесь отсюда, у меня здесь остается еще некоторый по 100 экземпляров. Так что у меня еще есть. Это уже назначено. Значит, доезжаете до Калуги, в Калужское забираете там где. Как составлять книги, это все я расскажу, тут показано будет. И сразу ехать к Мурманску, через Санкт-Петербург. Ну вот, 3770 километров это до Калуги, 2059 километров до Мурманска. Где-то до Калуги надо 566 литров, но 600 литров. Я посчитал по 35 рублей в среднем. Получается 20 тысяч. 60 часов езды. А от Калуги до Мурманска получается 2000 с небольшим, 30 часов езды, 310 литров и получается 11 тысяч рублей. Значит, нам что нужно будет? Там, которая с Мурманской, близнащей с Смоленской область, карты достать по районам. Сначала в центре, а потом по районам. Захватать всю область. А карты не надо, они в планшете же. Ну, тем более, навигатор возьмите и все. Он сейчас сказал, ему подсчитать, сколько будет стоить, и он деньги пересылает. Уже завтра могут деньги быть здесь. Ну вот, смотрите, даже если в один конец посчитать, только по топливу, да, по топливу получается 30 тысяч. Это только по точкам, например, до Калуги, от Калуги до Мурманска. Это 30 тысяч получается, да? Ну, чуть, да, чуть больше 30 тысяч. Ну, там же еще надо будет плюс местные какие-то. Так, давайте я вам вопрос задам. Вопрос. На 40 тысяч километров сколько надо бензину и денег? На 40 тысяч километров, сейчас скажу. На 40 тысяч получается где-то 2, так, это около 2 тонн бензина, около 2 тонн. 1800 бензина и получается, если по деньгам считать, где-то, ну, 60 тысяч. Да ну, 60. Больше, по-моему. Не, ну, я по минимуму брал. Ну, в общем, так. Он вышли деньги, деньги будут. Вы обязательно возьмите карточку, заведите, у вас она есть, нет? И он говорит... Есть, есть. В дороге какое-то, что будет, чтобы на него с ним теперь Сандрусенко дело ведите. Сергеев, все данные сдайте ему. Уже конкретно подготавливаемся. Все. Подготовка уже пошла в стадию разработки плана. Да, я 8-го уже у вас буду. Как говорите? 8-го числа у вас буду. 8-го чего? Июля. Июля, ля, не ня, а ля. Да. Вот. Все. А тут мы пока побудем, 12-го крещения и сразу уходите. Или надо чуть-чуть раньше приехать? Нет, хорошо. Нам-то все равно, хоть и раньше приедете, отдохнете, сил наберетесь. Да, я и так не ослабил. Вот так. Ну, все. У меня вопросов никаких. Отпускайте меня. Он расспрашивал духовные вопросы, как получаете ответ от Бога, как узнаете. Я все выставлю. Вы не против, что наш разговор выставится? Нет, нет. Я ему тоже говорю. Вот когда мы разговаривали, я говорю, когда серьезный вопрос у меня, я Игнатиховичу звоню, говорю, а сам думаю по-другому. Говорю, вот так и так. Надо вот как-то, как это. Игнатихович мне категорично. Вот так. И все, никаких вариантов. А я так-то в душе думаю. Ну, я бы вот, наверное, и какое-то сомнение у меня. А потом проходит дней двадцать раз. И оно решается точно, как, говорю, вот он сказал. Все, ну, один к одному. А потом, говорю, у меня теперь сомнений нету вообще, говорю, при обращении. Да я первая мысль у меня всегда, я даже так вот мысляно всегда обращаюсь. Он говорит, ну да, я говорю, во-первых, это, а во-вторых, ну все-таки книги это его дети, это большой труд. И он хочет, чтобы это закончилось плодотворно. Вот, чтобы это от автора до читателя дошло и получилось. А получилось-то побольше, чтобы надо все это было. Вот, я говорю, вот. А мы не должны. Мы, почему мы от своей трусости меньше упываем на Господа и ищем что-то рациональное. А Игорь Тихонович конкретно говорит, вот так. Нет, у вас, понимаете, вот они вот к вам, допустим, говорят, давайте потон не разошрем каждому, Сергею-то. Рассуждение-то правильно, но они мертвые, они еще не будут. Вот пришло, а поп тебе даже визитку никому не разрешит давать-то. И все, заблокировали. А мы едем, совершенно их не касаемся, едем. А туда им проникать, это не везде и далеко не везде. И при том у них оснований никакого нет. У нас хорошее, хорошее отношение. Вы видели, как епископ сейчас приезжал, служил, а он сейчас митрополит у нас. Да, да, да. Каил, лучшие отношения даже мечтать нельзя. Мы вот с Юрием разговаривали тут. И вот этот ваш разговор про если, он так меня тоже подтернул, про если этот ролик. Но дает глубоко задуматься. А все же вот так на автомате пролетает. А когда вот, когда прослушал вот это все, он вот так изнутри это царапнуло, что действительно. Вот и будем полагать на это, если. Да. Вот. Если Господь благословит, тем более среди вас будет один, который с нами много ездил до Дальнего Ростока. Это важно, важно, что вы. Да, важно. Там мы все данные, все распишем. Все буквально. Все как мы делали. Только я брал на себя в то время миссию, когда шофер, чтобы подчинялся, сходить куда-то сходить с трассы, чтобы не было трясены. Я это на себе все держал. Я впереди еду, попробовал, не надо. А он один раз, Николай, поехал и сразу сел. Да ладно, там вывозили они что-то, метро какое-то копали. Да, взяли за этот трос дернули, который у нас, порвали его. А потом уже своим железным нас вытащили. И мы ночевали на таком месте, где бы не надо. Сразу вышли мусульмане, давай рассматривать. Хозяину позвонили. Ну где там? В Дагестане. А он не послушался маленько только. Ну, Сергей будет старшим, будем подчиняться. Все, вопросов нет? Все, отпускайте меня. Да, с Богом. С Богом.